Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинной вязания, где мы обучаем стремителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас вам покажу, как методом интарсии можно провязывать несложные узоры. Сейчас мы будем провязывать сердечко, два сердца на изделие. У меня подключен программы к Нитстайле, это удобно, потому что он будет отчитывать ряды. Провязывать я буду в ручном варианте. Я распечатала узор, его можно прорисовать на бумаге в клеточку, можно вообще не прорисовывать, смотреть на экран. Я буду смотреть на экран для вашего удобства распечатка. Начинаем вязать. Первое сердце у нас красное, начинается с двух петель. Местоположение сердца определено на экране. Это восьмая и девятая петли с левой стороны относительно центра. Беру первый цвет, оттягиваю полотно и провязываю вручную две петли. Раз, два. Ставлю в переднее положение. Нить остается внизу, она будет использоваться при провязывании сердца, опять же, как сказала, в ручном варианте. Если у вас машина с нитеводом, включите рычаги частичного вязания. Если у вас машина с ручной прокладкой, просто поставьте иглы узора в переднее положение. Провязываем ряд. Проехали. И белая основная основа легла на иглу, стоящую в переднем положении. Ничего страшного. У меня повторяется узор. То есть опять те же две иглы, видите, два раза я провязываю. Поэтому спокойно беру. Можно обвить иглу, стоящую рядом, для того, чтобы не было отверстий. Потому что, когда у нас мало провязывается полотна, могут быть очень неприятные дырочки. Обвила иглу, стоящую рядом. Провязала две петли в переднее положение. Эту иглу в среднее рабочее положение. Она будет провязываться белым цветом. Следующий ряд. У меня меняется количество петель. Плюс добавляется еще и цвет дополнительный. Картинка немножко не соответствует действительности. Я вам ее просто показываю как ориентир. На самом деле, она развернута в изнаночном положении. Потому что то, что я сейчас вижу изнанкой, в развороте будет лицом. Просто для информации вам дается, куда смотреть, чтобы ориентироваться на узор. Итак, у меня добавляется синий цвет. Я беру вторую нить. Оттягиваю ее и смотрю, какая петля. Самое главное правильно начать. Потому что от того, где вы начнете, будет зависеть то, где у вас будет правильно расположен узор. Это 13-я петля. 1, 2, 3, 13-я. Вот она. Провязываю ее вручную и ставлю в переднее положение. Красным цветом провязываю 4 ряда. Петли. 4 петли. Можно обвить иглу стоящую рядом и провязать вручную. 1, 2, 3. 3, 4. 4 иглы вперед. Так, которые у нас будут держать обвив в среднее рабочее положение. Проверяйте, что эти иглы четко встали в переднее положение. Следующий ряд. Количество петель красных остается. Количество синих увеличивается по одной в обе стороны. Значит, беру иглу. Можно не брать иглу. Здесь мало расстояния. Когда мы уходим немножко в сторону, можно не обвивать иглу, чтобы не утяжелять полотно. А можно и обвить. Если вы возьмете за правило обвивать иглу, у вас никогда не будет отверстий. При смене цвета натягиваю нить и провязываю руками 3 петли. Ставлю в переднее положение. Красные 4 иглы, как было, так и остаются. Обвиваю иглу и провязываю руками. Смотрите, чтобы язычки не захватывали основу. 1, 2, 3, 4. Ставлю в переднее положение. Иглы, которые у меня обвивались, средний рабочий. Количество синих игл увеличивается по одной с каждой стороны. Провязываю в белую иглу. 1, 2, 3, 4, 5. Их 5. Ставлю в переднее положение. Количество красных остается таким же. Обвиваю синюю иглу и провязываю вручную. 4 красных цвета петли. 1, 2, 3, 4. В переднее положение. Все иглы, которые у меня уже провязаны в этом ряду, один ряд основан. И теперь обратите внимание, у меня появляется достаточно длинная петля. И она будет провисать и мешать. Ее нужно закрепить. Закрепить. Есть несколько способов закрепления. Мне больше нравится метод, который используется прямо в процессе вязания. Чтобы больше не обращать на это внимание и не возвращаться. Беру эту протяжку, которая, когда у меня полотно будет снято уже с машины, стянется и будет провисать очень красиво. И здесь пока протяжка не сильно большая. Достаточно одного раза. Звожу ее под среднюю иглу. Все. Теперь она будет ввязана в полотно. С лица ее будет не видно, а с изнанки она будет закреплена. Итак, следующий ряд. Количество синих уменьшается на одну. То есть была провязана синяя вот эта странная часть. Теперь она. А теперь у меня 4 синих иглы. На одну меньше с правой стороны. Раз, два, три, четыре. Четыре синих ставлю в переднее положение. Красные на одну увеличиваются с этой стороны. И на одну. Слева и на одну справа. 6 игл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все четко провязываю. Может быть вам кажется, что этот способ не быстрый. Но мне он нравится гораздо больше, чем провязывание кареткой со сменой нитей в нитеводе, в нитеводителе. Когда вы должны отслеживать, провязали один ряд одним цветом, открутили щечек, провязали другим цветом, открутили щечек. Вот такой способ, когда вы провязываете полностью весь узор, у вас нитя находится внизу, они не путаются в нитеводе. Они не болтаются где-то, вы не перепутаете щечек. Мне кажется, гораздо более быстрым и аккуратным. Провязываем ряд. Опять прячем протяжку. Можно в это же место, можно в соседнее. Можно в двух местах прихватить. Раз, два. Кстати, такой способ еще и как следует натягивает нить. И он не даст вот эти нити. Не будет стягивать узор и не будет растяжек по краям. Очень правильный способ. Синяя увеличивается на одну. То есть остается 4 петли. Мы переходим немножко в бок на одну иглу. Те же 4 иглы, но в бок. Обвили. И раз, два, три, четыре. Ставим в переднее положение. Красная увеличивается на одну вправо, на одну влево. Для того, чтобы удобнее было, можно закрывать все петли оптом. И потом опускать их в среднее положение, открывать оптом. Тогда у вас все язычки будут наброшены на основную нить и не будут цепляться. Я иду в переднее положение. То, что мы обвивали, ставим в среднее положение, ряд. Первым делом убираю протяжку. Дальше можно оптом закрыть язычки, опустить иголки и ее открыть. Они лежат на нити и не будут уже ее захватывать. Провязываем точно такую же конфигурацию, как только что выполнили. Синюю обвиваю иглу и провязываю красным цветом. Сразу ставлю эти иглы в переднее положение, они мне больше не понадобятся. Синюю обвиваю иглу в красную и провязываю четыре петли. Раз, два, три, четыре. В переднее положение. Иглы рядышком можно тоже ставить в среднее положение, чтобы они точно провязались. Потому что иногда с них слетают петли при натяжении и вам придется их поднимать руками. Ряд. Если что-то провязалось, исправляем. И делаю захват нити иглами. Таким образом обеспечиваю натяжение и убираю протяжку. Следующий ряд. Синяя увеличивается на одну, красная остается как была. Оптом закрываем все иголки. Опускаем в среднее работе положение. Открываю, обеспечивая нормальную работу язычков. Обвели иглу и накинули на все иглы. Рабочую нить и провязываем руками, стараясь выполнять петли одного размера. Сразу эти иглы в переднее положение, чтобы не забыть. Красная остается в том же количестве. Сразу в переднее положение. Эти иглы вязать не будут в три ряда. Убираю протяжку. Закрываю язычки. Опускаю иголки. Смотрю, что у меня в следующем поле. Таким образом мы с вами обеспечиваем достаточно плотное вязание. И нам не приходится следить за счетчиком. Нам не приходится менять нити в нити воде, в нити водителя. Мы не путаемся в клубках, которые у нас лежат все в одной коробочке. И в процессе вязания по очереди они запутываются. И приходится их развязывать, распутывать. То есть у нас перед глазами полотно. Мы ориентируемся либо на картинку, либо на экран. И происходит вязание достаточно быстро. Мы один раз проезжаем кареткой по ряду и полностью закрываем ряд. Очень удобно. Красных. То же самое количество. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ставим в переднее положение. Проверяем, что все иглы стоят в переднем. И провязываем ряд. Так, нить закончилась. Убираю протяжку. Еще раз, можно в одном и том же месте. Можно в разных местах цеплять, чтобы у вас равномерно... Видите, получается вид такой, как штопка. Нить убрана. Она обеспечивает натяжение, поэтому края не растягиваются, никаких петель. У нас не получается ни опрятных по краю. Так можно провязывать практически любые узоры. Интарсия, собственно, так и выполняется. Быстро, аккуратно. Не нужна никакая каретка интарсия. Все выполняется вручную. Если этот узор вам понравился, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаемся стремителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.